Так что теперь особо не попутешествуешь. Газоль, смотрите, 2 евро 92 сантима или 2 евро 12 сантим. Кошмар. Просто кошмар. А теперь пошли на прогулку. О него! Предлагаю прогулку в Версале, город Версаль. И дальше мы идем в парк Версальский. Здесь с правой стороны мы проходим с вами одну из шикарнейших гостиниц в Версале, которая называется Трианон Палас. Видите, здесь прекрасный сад, прекрасный двор. И гостиница выходит как раз на Версальский парк. Сейчас мы находимся на территории Версальского парка. Но Версальский парк он огромный, 800 гектар почти. И в 2,5 километрах от Большого дворца Версальского находится вот этот небольшой особнячок, который называется Малый Трианон. И вот как раз здесь вход в деревню Мария Антонетты в парке. Мария Антонетты в парке Малого Трианона. Что мы сейчас и посмотрим. В Версале можно взять вот такую гольф-машину на прокат в Версальском парке. Но для этого вы должны, бонжора, у вас должны быть права. Права на машину. Кстати, вот эти вот дворцы, Большой и Малый Трианон, они открываются только 12 часов дня. И сейчас как раз 12 часов, как видите, туристов нет, потому что каникулы закончились. И здесь же есть кафе, кафе Анжелина. Но обычно мы по доброй традиции, потому что время уже к обеду идет. А завтрак у нас очень легкий, французский. Чашка кофе круассан. Поэтому стоит что-то перекусить, что можно и сделаем сейчас. Вот это кафе Анжелина. Здесь вот всякие бутербродики. Это вот называется киш. Напитки. Ном-образные сладости. Вот я вам рассказывала Мадлен, кстати. Вот это Мадлен называется. Это вот круассаны. И естественно макароны. Эклеры. Сейчас мы здесь перекусим. Повезло, потому что в этом кафе... Нам повезло посмотреть, никого в кафе нет. И на солнце. Ну, сейчас мы съедим наши бутербродики. Пообедаем. И пойдем в сады Марьяна Гринетта. И посмотрите, какие здесь замечательные светильники. Это люстра. И вот те. Ну, надо вам сказать, что обычно я такие вещи не беру. Вот такие бутерброды. Видите, половина багета. Это сыр с... Этот... Устил уже с козы. С медом. Ну, неплохо. Bon appetit. Так, у моей Аленки... Киш, что это называется. Вкусно? Всего? Окей. Это есть большой трианон... Вернее, пардон, малый трианон. Построенный для мадам де Помпадур. Но пользовалась последней фавориткой Людовика XV. Мадам де Бари. И здесь начинается парк. Парк большой, малого трианона. Вот, кстати, это дерево было посажено еще при королеве Марии Антуанетте. Сегодня мы не пойдем в малый трианон посещать, потому что наша задача, вернее, сейчас самое красивое время года. И, конечно, самое лучшее посмотреть, естественно, сады и начинающуюся весну. Посмотрите, вот это все искусственное создавалось. Вот там дальше храм Любви. И туда мы подойдем, храм Любви. Какой красивый вид на этот храм Любви через деревья. Посмотрите, сейчас мы вот по тому мостику перейдем. Это называется Английская речка. Ривьера Англезе по-французски. А вот это Ива. Ива, она уже, видите, почти зеленая. Зеленеет. Нежная зелень. Сейчас самое красивое время года начинается во Франции. Вот там вдалеке вы видите сейчас малый трианон музей. Туристов очень мало, но есть. Каникулы сейчас закончились. И вот он, знаменитый Амур. И вот так мы идем вдоль этой речки, английской прогулка. И там где-то должен быть дальше мостик, по которому мы перейдем на другой берег и пойдем к деревне Марии Антуанетты. Вот он мостик из камней сложенный. И по этому мостику мы сейчас и перейдем на другую сторону. Вы только посмотрите это отражение в воде. Боже, какая красота! Вы, конечно, узнали, это платаны. А здесь я вам хочу показать вот этот платан огромный, который был посажен еще в 18 веке, в середине 18 века. И здесь, когда в 2000 году был ураган во Франции, здесь очень много деревьев было выкорчено просто ураганом. Поэтому ведь достаточно пустая поляна. Что-то посадили новое. Ну и вот теперь постепенно мы подходим к деревне Марии Антуанетты. Сегодня я вам не в полной красе покажу эту деревню, потому что воды нет. Идет очистка. Стоит, видите, трактор. Когда работа закончится, этот пруд будет заполнен водой. Но давайте я вам покажу вот эти домики 18 века. Это же была настоящая нормандская деревня в стиле нормандском, построенная для королевы Марии Антуанетты. И здесь работают до сих пор садовники. Выращивают вот там салат зеленый растет. Вот там другой домик сохранился. Вот хочу вам показать эти домики 18 века. Обратите внимание, что крыша покрыта соломой. И здесь также сад. В саду что-то там растет. Свекла, по-моему. А дальше вот это и есть дом, построенный для королевы Марии Антуанетты. Мы совсем недавно закончили здесь реставрацию. Ведь соломы там новые, свежие. И давайте посмотрим, что здесь высажены нарциссы. Время нарциссов. Ой, пчела. Вот посмотрите, вход такой интересный. Солома. Там на крыше растут цветы. И сейчас мы посмотрим Ле Путаже Дуляве, то есть огород королевы. Вот хочу вам показать еще раз этот дом с другой стороны. Ну, Ле Путаже пока только готовит землю. А это вот, по-моему, чесночок растет здесь у них. Это вот самшит называется. Самшитик. Заборчик из самшита. И, кажется, там яблони начинают зацветать. А вот еще один замечательный домик. В этом домике проживал садовник. Деревни Мария Антонетты. Тоже соломой покрытых. Кстати, если сейчас посмотрите мое видео про Нормандию, когда мы ездили в Нормандию, я рассказывала, что в богатых нормандских домах до сих пор крыши кроют соломой. Это не дешевое удовольствие, но чисто экологическое. Зато крыша. Скопали всю землю. Здесь когда-то были виноградники. В прошлом году еще были. И то ли они замерзли. И вот такая одинокая сосна. А там дальше это настоящая ферма. Давайте подойдем к этой ферме. По-моему, там тоже начались реставрационные работы. Вот ферма. И кто нас встречает, встречает нас вот такой симпатичный кролик. Смотрите, какой он красавец. Какой ты красивенький. Какие у тебя ушки симпатичные. Но кормить тебя нельзя. Хрюшки. От удовольствия хрюкают, слушайте. Вот это ферма. Настоящая ферма. Здесь очень много французов с детьми сюда приходит. Ну и посмотрите вот эту красоту. Ну как не любоваться такой красотой. Ну вот как пройти мимо такой красоты. Слушайте, невозможно же пройти. Поэтому я хочу вам это тоже показать. Какая секвойя, которая была посажена в 1870 году. И высота ее 38 метров. Вау. А эти деревья – это просто настоящее чудо природы. Переплетенные все ветки. Еще сгорело. И вот по этой дорожке мы выйдем к озеру сейчас. Здесь английский пейзажный парк, искусственные озера. Здесь еще один небольшой храм. Сейчас посмотрим. Покажу через окна хотя бы. Видите, остались интерьер там 18 века. И здесь когда-то королева с королем или чьей отдыхали. Искусственные здесь озера. Вот давайте я вам покажу цветовочки. Красота, да? Правда? И посмотрите вот здесь. Отсюда видите великолепное это озеро. Вот там храм любви. Откуда мы начинали нашу прогулку. И какие здесь скалы. Смотрите. Все это искусственно создавалось тогда. В 18 веке. Вот эти цветы очень ароматные. И здесь я вам хочу показать, что мы находимся сейчас на пути к Большому Трианолу. И вот там чайный салон, построенный для Людовика XV. А с другой стороны великолепный вид на Малый Трианол. Шикарно сегодня день, но ветрено. Плюс 14 градусов в Париже и здесь, в Версале. Ну вот, друзья, наша прогулка заканчивается у Большого Трианола. Большой Трианол был построен по приказу Людовика XIV еще в конце XVII века. Но музей мы сегодня не смотрим. Это только была прогулка по парку. Надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин